Виды ракетного топлива военного назначения Исторический экскурс Ракетное топливо содержит в своем составе горючие и окислители, в отличие от реактивного топлива, не нуждается во внешнем компоненте, воздухе или воде. Ракетное топливо по своему агрегатному состоянию делится на жидкие, твердые и гибридные. Жидкие топлива подразделяются на криогенные, с температурой кипения компонентов ниже 0 градусов по Цельсию, и высоко кипящие, остальные. Твердые топлива состоят из химического соединения, твердого раствора или пластифицированной смеси компонентов. Гибридные топлива состоят из компонентов в разном агрегатном состоянии, на данный момент находится в стадии исследований. Исторически первым ракетным топливом послужил дымный порох, состоящий из смеси селитры, окислителя, древесного угля, горючего, и серы, связующего, который впервые был использован в китайских ракетах во двух веке нашей эры. Боеприпасы с ракетным двигателем твердого топлива, РДТТ, применялись в военном деле как зажигательное сигнальное средство. После изобретения в конце века бездымного пороха на его основе было разработано однокомпонентное баллиститное топливо, состоящее из твердого раствора нитроцеллюлозы, горючего, в нитроглицерине, окислители. Баллиститное топливо обладает кратно большей энергетикой по сравнению с дымным порохом, имеет высокую механическую прочность, хорошо формуется, длительно сохраняет химическую стабильность при хранении, обладает низкой себестоимостью. Эти качества предопределили широкое использование баллиститного топлива в наиболее массовых боеприпасах, оснащенных РДТТ, реактивных снарядах и гранатах. Развитие в первой половине хахавека таких научных дисциплин, как газодинамика, физика горения и химия высокоэнергетических соединений позволило расширить состав ракетных топлив за счет применения жидких компонентов. Первая боевая ракета с жидкостным ракетным двигателем, ЖРД, Фау-2 использовала криогенный окислитель жидкий кислород и высоко кипящий горючий айтиловый спирт. После Второй мировой войны ракетное оружие получило приоритет в развитии по сравнению с другими видами вооружения по причине своей способности доставлять к цели ядерные заряды на любое расстояние от нескольких километров, реактивные системы, до межконтинентальной дальности, баллистические ракеты. Кроме того, ракетное оружие существенно потеснило артиллерийское в авиации, ПВО, сухопутных войсках и на флоте за счет отсутствия силы отдачи при пуске боеприпасов с ракетными двигателями. Основные характеристики ракетных топлив. Кроме агрегатного состояния своих компонентов, ракетные топлива характеризуются следующими показателями. Удельный импульс тяги. Термическая стабильность. Химическая стабильность. Биологическая токсичность. Плотность. Дымность. Удельный импульс тяги ракетных топлив зависит от давления и температуры в камере сгорания двигателя, а также молекулярного состава продуктов сгорания. Кроме того, удельный импульс зависит от степени расширения сопла двигателя, но это больше относится к внешней среде применения ракетной техники, воздушная атмосфера или космическое пространство. Повышенное давление обеспечивается с помощью использования конструкционных материалов с высокой прочностью, стальных сплавов для ЖРД и органопластиков для РДТТ. В этом аспекте же РД и опережают РДТТ по причине компактности своего двигательного агрегата по сравнению с корпусом твердотопливного двигателя, являющегося одной большой камерой сгорания. Высокая температура продуктов сгорания достигается с помощью добавления в твердое топливо металлического алюминия или химического соединения гидриды алюминия. Жидкое топливо может использовать подобные добавки только в случае его загущения специальными добавками. Теплозащита ЖРД обеспечивается с помощью охлаждения топливом, теплозащита РДТТ с помощью прочного скрепления топливной шашки со стенками двигателя и применения взгорающих вкладышей из углерода углеродного композита в критическом сечении сопла. Молекулярный состав продуктов сгорания, разложения топлива влияет на скорость истечения и их агрегатное состояние на срезе сопла. Чем меньше вес молекул, тем больше скорость истечения, наиболее предпочтительными продуктами сгорания являются молекулы воды, за ними следуют молекулы азота, углекислого газа, окислых хлора и других галогенов, наименее предпочтительным является окисел алюминия, который конденсируется в сопле двигателя до твердого состояния, снижая тем самым объем расширяющихся газов. Кроме того, фракция окислы алюминия вынуждает применять сопла конической формы из-за абразивного износа наиболее эффективных сопел лаваля с параболической поверхностью. Для ракетных топлив военного назначения особое значение имеет их термическая стабильность в связи со широким температурным диапазоном эксплуатации ракетной техники. Поэтому криогенные жидкие топлива, кислород плюс керосин и кислород плюс водород, применялись только на начальном этапе развития межконтинентальных баллистических ракет, R-7E, Titan, а также для ракет-носителей космических многоразовых аппаратов, Space Shuttle и энергия, предназначенных для вывода спутников и космического оружия на околоземную орбиту. В настоящее время в военной сфере применяется исключительно высоко кипящее жидкое топливо на основе тетраоксида азота, АД, окислитель, и несимметричного диметилгидрозина, НДМГ, горючая. Термическая стабильность этой топливной пары определяется температурой кипения АД, плюс 21 градус Цельсия, что ограничивает применение данного топлива ракетами, находящимися в термостатированных условиях ракетных шахт МБР и БРПЛ. В связи с агрессивностью компонентов технология их производства и эксплуатации баков ракет владела, владеет только одна страна в мире СССР, РФ, МБР воевода и Сармат, БРПЛ-синевой лайнер. В порядке исключения АД плюс НДМГ применяется в качестве топлива авиационных крылатых ракет Х-22 «Буря», но из-за проблем с наземной эксплуатацией Х-22 и их следующее поколение Х-32 планируется заменить крылатыми ракетами «Циркон» с реактивным двигателем, использующими керосин в качестве горючего. Термическая стабильность твердых топлив в основном определяется соответствующим свойствам растворителя и полимерного связующего. В составе баллиститных топлив растворителем является нитроглицерин, который в твердом растворе с нитроцеллюлозой имеет температурный диапазон эксплуатации от минус до плюс 50 градусов Цельсия. В смесевых топливах в качестве полимерного связующего используются различные синтетические каучуки с тем же температурным диапазоном эксплуатации. Однако термическая стабильность основных компонентов твердого топлива – динитромид аммония плюс 97 градусов Цельсия, гидрид алюминия плюс 105 градусов Цельсия, нитроцеллюлоза плюс 160 градусов Цельсия, перхлорат аммония и октаген плюс 200 градусов Цельсия, значительно превышает аналогичное свойство известных связующих, в связи с чем актуальным является поиск их новых составов. Наиболее химически стабильной является топливная пара АТ плюс НДМГ, поскольку для нее разработана уникальная отечественная технология ампулизированного хранения в алюминиевых баках под небольшим избыточным давлением азота в течение практически неограниченного времени. Все твердые топлива со временем химически деградируют из-за самопроизвольного разложения полимеров и их технологических растворителей, после чего олигомеры вступают в химические реакции с другими, более стойкими компонентами топлива. Поэтому шашки РДТТ нуждаются в регулярной замене. Биологически токсичным компонентом ракетных топлив является НДМГ, который поражает центральную нервную систему, слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта человека, провоцирует раковые заболевания. Последним из основных характеристик ракетных топлив является дымность продуктов сгорания, визуально демаскирующих полет ракет и реактивных снарядов. Указанный признак присущ твердым топливом, содержащим в своем составе алюминий, окислы которого конденсируются до твердого состояния в процессе расширения в сопле ракетного двигателя. Поэтому указанные топлива применяются в РДТТ баллистических ракет, активный участок траектории которых находится вне зоны прямой видимости противника. Авиационные ракеты снаряжаются топливом на основе октогена и перхлората аммония, реактивные снаряды, гранаты и противотанковые ракеты баллиститным топливом. Энергетика ракетных топлив Для сравнения энергетических возможностей различных видов ракетного топлива необходимо задать для них сопоставимые условия горения в виде давления в камере сгорания и степени расширения сопла ракетного двигателя, например, 150 атмосфер и 300-кратное расширение. Тогда для топливных пар троек удельный импульс составит Кислород плюс водород 4,4 километра слэшес Кислород плюс керосин 3,4 километра слэшес АТ плюс НДМГ 3,3 километра слэшес Динитромид аммония плюс гидрид водорода плюс октоген 3,2 километра слэшес Перхлород аммония плюс алюминий плюс октоген 3,1 километра слэшес Перхлород аммония плюс октоген 2,9 километра слэшес Нитроцеллюлоза плюс нитроглицерин 2,5 километра слэшес Твердое топливо на основе динитромида аммония является отечественной разработкой конца 1980-х годов Применялось в качестве топлива второй и третьей ступеней ракет РТ-23УТТХ и Р-39 И до сих пор не превзойдено по энергетическим характеристикам Лучшими образцами зарубежного топлива на основе перхлората аммония Применяемыми в ракетах Минутман 3 и Тридент 2 Динитромид аммония является взрывчатым веществом, детонирующим даже от светового излучения Поэтому его производство ведется в помещениях, освещаемых маломощными лампами красного света Технологические сложности не позволили освоить процесс изготовления ракетного топлива на его основе нигде в мире, кроме как в СССР Другое дело, что советская технология в плановом порядке была реализована только на Павлоградском химическом заводе Расположенном в Днепропетровской области УССР И была потеряна в 1990-е годы после перепрофилирования завода на выпуск бытовой химии Однако, судя по тактико-техническим характеристикам перспективных образцов вооружения типа РС-26 Рубеж Технология была восстановлена в России в 2010-х годах В качестве примера высокоэффективной композиции можно привести состав твердого ракетного топлива из российского патента номер 2241-693, принадлежащего в ГУП Пермский завод им СМ Кирова Окислитель Динитромид Аммония – 58% Горючий гидрид алюминия – 27% Пластификатор нитроизабутилт-динитроглицерин – 11,25% Связующий аполибутадиен нитрильный каучук – 2,25% Отвердитель Сера – 1,49% Стабилизатор горения ультрадисперсной алюминии – 0,01% Добавки сажа, лицитин и т.д. Перспективы развития ракетных топлив Основными направлениями развития жидких ракетных топлив являются, в порядке очередности реализации Использование переохлажденного кислорода с целью увеличения плотности окислителя Переход к топливной паре кислород плюс метан Горючий компонент который обладает на 15% больше энергетикой и в 6 раз лучше теплоемкостью, чем керосин с учетом того, что алюминиевые баки при температуре жидкого метана упрочняются Добавление озона в состав кислорода на уровне 24% с целью повышения температуры кипения энергетики окислителя, большая доля озона является взрывоопасной Использование тексотропного, загущенного, топлива, компоненты которого содержат взвеси из пентабарана, пентафторида, металлов или их гидридов Переохлажденный кислород уже используется в ракете-носителе Главным направлением развития твердых ракетных топлив является переход на активные связующие, содержащие в составе своих молекул кислород, улучшающие окислительный баланс твердого топлива в целом Другим перспективным направлением является расширение номенклатуры используемых нитроминных взрывчатых веществ, обладающих большим кислородным балансом по сравнению с октогеном, минус 22% В первую очередь это гексантерогексиоза и завюрцитан 20, кислородный баланс минус 10% И октонитрокубан, нулевой кислородный баланс, перспективы применения которых зависят от снижения стоимости их производства в настоящее время 20 на порядок дороже октогена, октонитрокубан на порядок дороже 20. Кроме совершенствования известных типов компонентов, исследования также ведутся в направлении создания полимерных соединений, молекулы которых состоят исключительно из атомов азота, соединенных между собой одинарными связями В результате разложения полимерного соединения под действием нагрева азот образует простые молекулы из двух атомов, соединенных тройной связью Выделяемая при этом энергия двукратно превышает энергию нитраминных ВВ Впервые азотные соединения с алмазоподобной кристаллической решеткой были получены российскими и немецкими учеными в 2009 году в ходе экспериментов на совместной опытной установке под действием давления в 1 миллионе Атмосферы температуры в 1725 градусах Цельсия В настоящее время ведутся работы по достижению метастабильного состояния азотных полимеров при обычных давлении и температуре Перспективными кислород содержащими химическими соединениями являются высшая окислоазота Известный оксид азота ВИИ, плоская молекула которого состоит из двух атомов азота и пяти атомов кислорода не представляет практической ценности в виде компонента твердого топлива в связи с низкой температурой его плавления, 32 градуса Цельсия Исследования в этом направлении ведутся путем поиска метода синтезооксида азота ВИИ, гексооксид тетраазота, каркасная молекула которого имеет форму тетраэдра В вершинах которого расположены четыре атома азота, связанных со шестью атомами кислорода, расположенными на ребрах тетраэдро Полная замкнутость межатомных связей в молекуле оксида азота ВИИ дает возможность прогнозировать для него повышенную термическую стабильность, сходную с уротропином Кислородный баланс оксида азота ВИИ, плюс 63%, позволяет существенно повысить удельный вес в составе твердого ракетного топлива таких высокоэнергетических компонентов, как металлы, гидриды металлов, нитромены и углеводородные полимеры